Здравствуйте, дорогие зрители. Значит, ничего случайного не бывает и с нами происходят вещи, которые мы, конечно, объясняем по-разному, но, в принципе, это чудеса. И, вот, например, сегодня. Что со мной произошло сегодня? Потом я прочитаю ваши комментарии и отвечу на них. Сегодня я пришел в магазин, купил свои любимые продукты, очень хорошего качества, вкусные, и автоматически я взял пачку печенья овсяного. И вот я, значит, на кассе, начал расплачиваться. И тут произошло что-то совершенно экстраординарное, необычное, чего не было в моей жизни, наверное, никогда. Меня попросили вернуть весь товар. Что-то пошло не так, и нужно было снова этот товар пропустить через кассу. И, как я понял позже, это был знак мне, потому что я купил некачественное печенье. Вот это вот овсяное. Я просто его открыл, понюхал, и я выбросил эту пачку сразу. И вот меня попросили вернуть. То есть то, что я знал, мне надо было взять. То, что я обычно покупаю. А вот это нужно было оставить. И вот это я рассматриваю как знак, потому что для меня ничего случайного нет. И вот таких знаков в жизни очень много. И с нами происходят чудесные вещи. Вообще с чудесными людьми происходят чудесные вещи. Просто их надо замечать. И не всегда мы осознаем. Я в том числе. не всегда я осознаю это. Но постфактум я могу уже говорить. Я могу связать те или иные события между собой и увидеть эту синхронизацию, увидеть знаки какие-то. И действительно, если бы я отдал эту пачку печенья, то я бы не не был бы разочарован. Вот так вот это происходит. Теперь давайте почитаем комментарии некоторые. Неважно какая политика, ибо мы не можем уже на нее влиять. абсолютно точно. И никогда люди не влияли на политику. Вот Алексей погиб. И что? А ничего. Ради кого погиб? Уходим в свободу. Те, кто наверху, вообще не имеют свободы. Это самые большие слуги своей ущербности. Да, Алексей погиб. Алексей, на мой взгляд, вот, конечно, человек бесстрашный. И многим из нас трудно понять его выбор, но он победил страх. Вот человек, который победил страх. Причем даже в таких адских условиях он сохранял веселость. Вот то, что мне попадалось там, какие-то видеоролики. Вот я это видел. Так что, это его выбор личный. Конечно, этот он ничему не может научить никого. И никто не может научить вас ничему. Только вы сами можете себя научить. Но вот он действительно, на мой взгляд, преодолел страх. Это бесстрашие. Это очень редко. Очень редко. Насчет людей наверху. Ущербные, да. Да. Слуги своей ущербности. Это точно. Вот поскольку я ежедневно, у меня каждый день проходят консультации, я наблюдаю эти проблемы. Причем люди с разным типом расстройства личности обращаются и пишут мне тоже. И вот я вижу, как они действительно заложники своего расстройства. Они ничего не могут сделать. Некоторые, да. У кого расстройство личности. И то же самое наверху. Вот нарциссизм, он же не лечится. И эти люди, да. Да. Они заложники своей ущербности, своих комплексов, своего расстройства. Да. А жертвы, жертвы их заложники. Поэтому, конечно, у нас, конечно, во власти несвободные люди. Ну, это же надо тратить. Ну, вот кто из нас будет тратить время свое на рукопожатие, например? Четыре часа руки жать людям. То есть, чем занимаются эти люди? Вот ритуальной жизнью, да. Ритуальная, фейковая жизнь. Правила приличия соблюдают. А кто лучше всего соблюдает правила приличия? Конституционально глупые люди. То есть, по сути, вот эта вот жизнь официальная, это такое оглупление людей идет. Официальное оглупление людей. И вот эти какие-то праздники, вот эти программы, ну, вот эти выступления, ну, глупо это, глупо. Да. Я это не смотрю даже и в этом не участвую. Мне это неинтересно, совсем неинтересно. Нет ничего живого. Это вот дух чиновничий. Дух чиновничий, вот официалоз. И никуда это не денется. Было, есть и будет. Вот. Потому что вот люди так хотят жить. Очень мало людей мудрых, мало таких людей. И которые ценят свое время, свою жизнь. Которые заняты творчеством. Которые активны. Вот я про психологию рассказывал в предыдущем видео, что такое психология. Психология это действия. Это деятельность. Это активность и проактивность. Вы поняли психологию только тогда, когда вы заняли активную жизненную позицию, вы начали действовать. Вот тогда вы что-то поняли, извлекли уроки. Вот. Поэтому слова не важны. Для официоза важны слова. Важны слова. Очень слова важны. И вот это ритуальная жизнь. Ритуальная жизнь. По сути это убийство времени. Да. Убийство времени. Это пустота. Пустота. Это когда вот это. И вот поэтому слова их не задевают сознание. Поэтому мы видим эти. Вот эту светскую жизнь. Ярмарку тщеславия. Но это ничего не дает. Ничего не дает. Ни уму, ни сердцу. Это может только у многих зависть вызывать и раздражать. Зависть, раздражение. Все. Ничего. Ну а у людей мудрых, они на это просто не обращают внимания. Вообще нет дела до них. Мне, вот мне тут пишут иногда гадости. Но я-то о вас вообще не думаю. О тех, кто пишет мне эти гадости. То есть, мне вообще нет дела. Ни до кого. Мне важно жизнь прожить свою. Самореализоваться. Осуществиться. Воплотиться. Раскрыть свой потенциал. Прожить свою жизнь. Интересно. Что я и делаю. Что я и делаю. Так. Дальше. Поэтому, конечно, вот это нарциссическое расстройство, да, у власти мущих, оно, поэтому им и так, и трудно это все дается. Поэтому они, ведь нарциссы себя ведут очень глупо. Вообще, люди с расстройством личности ведут себя глупо. Очень глупо. Странное поведение, да. Но, поэтому, и оно заметно всем. И поэтому они очень хотят казаться нормальными. И они тогда начинают навязывать себя, свою странность, свои странности, чтобы люди это приняли за норму. Вот. И как это делается? Способом внушения. Мы все находимся под гипнозом. И нас просто гипнотизирует политика, система образования, религия, масс-медиа. Культура, кстати говоря, тоже самое. Гипнотизирует людей. И за норму выдает, по сути, отклонение. Ну, скажем так, не отклонение, не патологию, но странности. А то и патологию. Вот. Поэтому нужно на все, на все, совершенно на все научиться смотреть совсем. по-другому. Все не так, как вам кажется. Все не так. И это я хочу вам процитировать, допустим, Фридриха Ницше. Я ненавижу тех, кто ворует мое одиночество без того, чтобы в обмен на это предложить мне истинную компанию. То есть, не фейковое вот это вот ритуальное общение, а глубокое, глубокое общение, искреннее общение этого нет. Нет, конечно, нет. И еще одна цитата, которую я хотел с вами поделиться. Сейчас я ее постараюсь найти быстренько. Вот она принадлежит Ван Гогу. Ван Гог очень, очень мудрый человек был. Очень глубокий человек. И что он сказал? Сказал он вот что. Ван Гог. Нет ничего более художественного, нет ничего более действительно художественного, чем любить людей. Смотрите, какая глубина. Так вот, подлинное искусство – это не то, что у нас художники рисуют. Ничего особенного не рисуют художники в массе своей. Они неинтересны. Это не то, что строится, не то, что фотографируется и так далее. Самое подлинное искусство – это искусство любить людей. Поэтому это то, чему я, то, чему я и учу всех. Сам учусь этому – любить людей. Вот искусство. Попробуйте, попробуйте. Вот такие мудрые художники, как Ван Гог. Ну, я не знаю, есть такие художники. Сейчас я имею в виду по глубине. По глубине, конечно, мысли. По мышлению. А мы будем свободны, пишет зритель, в прекрасном. Свобода – сущность всего. Человек есть дух, который освобождается от материи. Ибо чем больше я могу, тем меньше я под властью обстоятельств. А став Богом, чем мы будем заниматься? Только единственным божественным искусством – эстетикой. Так займемся же сейчас прекрасно, мы будем подобны богам. Тост, просто тост. Даже выпью чай. Индийский чай, настоящий. Родом из Индии. Значит, да я согласен с этим. И вот эстетика. Эстетика. Есть замечательный трактат. Я давно хотел о нем рассказать. И даже процитировать кое-что. Это трактат Фридриха Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки». Кстати, когда я тут попросил кое-кого присылать мне вместо, ну, какие-то мудрые мысли, то первое, что мне прислали, это фразу из Шекспира, из трагедии Шекспира. Король Лир. А, ну, я написал, что, ну, хватит уже трагедии нам. Ну, давайте что-то мудрое, давайте что-то веселое и мотивирующее, жизнеутверждающее. Итак, Фридрих Ницше написал свой эстетический трактат. «Рождение трагедии из духа музыки». И там, я, кстати, всем, всем рекомендую прочитать его. И там есть такая мысль, что жизнь может быть оправдана только как эстетический феномен. Я с этим полностью согласен, эстетика. Только как эстетический феномен, больше никак. Есть прекрасная красота, которой мы восхищаемся. Есть эстетика, да, прекрасного. Есть эстетика безобразного тоже. И так далее. И мы испытываем всю гамму, всю палитру чувств. Соответственно, это нас наполняет. Мы переживаем. И рождается искусство, быть может, да, музыка, стихи, живопись и так далее. Книги, литература, философия и прочее, прочее. И действительно, у развитых людей, у интеллектуально развитых, эстетически развитых людей очень интересная жизнь. Вот я, допустим, ну так, я спонтанно занимаюсь коллекционированием разных вещей совершенно. Мне нравится многое. Мне все нравится. Вот от таких вот окаменелостей, как этот коготь Платеозавра, да, которому 200 миллионов лет, до, ну, каких-нибудь золотых монет. Но смысл в чем? Смысл в эстетике. То есть, это должно мне нравиться, это должно вызывать у меня определенные чувства. И как-то быть связанным, конечно, с моими вкусами эстетическими. Вот, поэтому я вот так. Именно по своим собственным эстетическим критериям я и выбираю вещи в свою коллекцию. Вот, и все. Для этого это мне нравится. И это мне приносит радость и удовольствие. И наслаждение. Наслаждение, конечно. Вот, так что, да. И эстетика очень важна. Это основное. Красота. И вот поэтому я в свое время очень много ездил по музеям европейским. В основном. А недавно я был в Джайпуре. Там музей в музеях городского дворца. Городской королевский дворец. Вот, где сейчас живут потомки Махараджи. И вот там я любовался и живописью, и текстилем. Ну, про оружие не буду говорить. Хотя оно там тоже очень-очень красивое, но я им не любовался. Прощай, оружие. Вот. И транспортными средствами. Различные транспортные средства различных эпох и покрытые золотом, и покрытые слоновой костью, и так далее, и так далее. Очень все красиво. И там серебром обитые, и прочее. Вот это эстетика. Мне это очень-очень понравилось. И гравюры понравились, и живопись понравилась, и вышивка понравилась, и все мне там понравилось. И конечно текстиль, разные там головные уборы, и прочее, прочее, прочее. То есть вот это все прекрасно. Поэтому действительно в человеке должно быть все прекрасно, и желательно свою жизнь украшать, конечно. И да, я не упомянул ювелирное искусство, которое там тоже представлено какими-то совершенно удивительными, потрясающими ювелирными украшениями из золота. Так что есть на что посмотреть. Да. Ну и другие музеи, тоже где я был, мне тоже все это понравилось. То, что я видел, там еще один главный музей, вы сейчас выйдете из головы название. Вот. Согласен, согласен полностью. Поэтому нас делает людьми, мы ведь в чем проблема-то? Что человек не хочет быть человеком. А человек это, конечно, прежде всего все, что связано с человеческим достоинством. Все, что связано с человеческим духом, с проявлениями гуманизма, человечности, творчества, красоты. Вот это высшее проявление человеческого духа в красоте. и мы до сих пор восхищаемся работами старых мастеров. Конечно, Микеланджело, Рафаэль, Дюрер, Леонардо да Винчи, Гоя, Веласкес и так далее, и так далее. Вот это прекрасно все. Эти это все конечно прекрасно увидеть. Так, и еще и еще и еще можно сказать, да, политика это грязь, я полностью согласен, меня политика не интересует и я вижу, что ни уму, ни сердцу это ничего не дает, это только ну просто вот буйные люди с определенными проблемами психологическими, вот они хотят власть их. Вот мир же прекрасен уже сам сам по себе удивитель и чем надо заниматься? Надо заниматься собой, а не другими. Надо себя улучшать, как писал Вольтер, возделывать свой сад. Правильно? Наниматься саморазвитием. Ну и наш, один из наших любимых психотерапевтов это Виктор Франкл, конечно, вот который прошел концлагеря, сделал замечательное наблюдение о том, что в концлагерях кто умирал и терял смысл жизни и в общем отказывался бороться за жизнь свою. Те, кто хотели, те, кто ждали от мира чего-то, что мир их заметит, что мир их признает, что мир им чего-то даст и так далее. Те быстро теряли смысл жизни и погибали отказываясь от борьбы за выживание. Те же, кто не думал о том, что мир им может дать, а думали о том, что они могут дать миру, те люди выживали. Вот так выжил сам Виктор Франкл. И это все остается, это все актуально. Поэтому не думайте, что мир может дать вам, он вам ничего не может дать. Думайте о том, что вы можете дать миру. А вы можете многое. То, что я, например, делаю, ну вот эти выступления, мои ролики, да, бесплатные, затем наше творчество музыкальное. Вот, ну и я много чего еще делаю, даю миру, поэтому я материрован жить. Мне интересно жить, потому что я ждать, что кто-то там оценит, признает, никогда этого не будет. Никогда. Потому что если вы хотите, чтобы вас оценивали и признавали, вам нужно начать делать карьеру. И тогда эта система быть может, еще нет гарантии, но признает вас. А так, если вы просто живете и по своему сценарию, то, конечно, рассчитывать на признание не нужно. Вот, оно, это отдельная наука, как сделать карьеру. Есть такие люди, которые хотят это, и они делают, но вот их награждают. такие же карьеристы. Так что помните, подобное притягивает подобное всегда, да, и мир это точное отражение наших убеждений, поэтому не рассчитывайте ни на кого, рассчитывайте на себя, и ну, ведь из нас же сделали, да, уже беспомощных и сформировали у нас это, эту позицию жизненную, я плохой, со мной что-то не так. Ну, вот, поэтому нужно обращаться к психологу и вместе с психологом работать над собой и менять свою судьбу и жить своей жизнью и брать от жизни все и становиться счастливым человеком.